Целый город появится в самом центре Самары. Правда, жить в нем можно будет разве что героем сказок. На площади Куйбышева возводят ледяной городок, который обещает стать одним из самых оригинальных новогодних украшений областного центра. За ходом не совсем обычного строительства наблюдала наша съемочная группа. Александр Никитин работает по классическим заветам старых мастеров, отсекает все лишнее. Из-под резца художника в скором времени должна выйти знакомая всем самарцам фигура авиатора. Все то же самое, как и с камнем практически, только что он немножечко мягче, но погодные условия при минусе надо работать. В среднем на одну скульптуру у специалист этого тонкого дела уходит дней пять. В этом году в ледяном городке все фигурки будут повторять в миниатюре символы Самары. Например, стадион Самара-Арена, который, как и его реальный прообраз, еще только строится. Точнее, вытесывается из льда с помощью стамесок. Их фигурные лезвия должны быть идеально заточены, иначе материал будет колоться под резцом мастера. Прохожие с интересом наблюдают за работой и даже высказывают свои пожелания. Я бы еще хотела здесь Большого Деда Мороза. Красивого Большого Деда Мороза. Главный новогодний персонаж в ледяном городке обязательно будет, пока для него готовится трон. Всего же на площади Кубишева появится восемь фигур из льда. Башня Шибка, стадион Арена, монумент Славы, ракета, капли воды с пейзажем внутри, посвященные предстоящему году экологии, лев и, конечно же, ладья. Скульпторы по льду говорят, что их творением небольшая кратковременная оттепель в 1-2 градуса не страшна. Главное, чтобы не было дождя. Так случилось в прошлом году, когда за день до сдачи скульптур хлынул дождь. Хуже осадков могут быть только хулиганы. Впрочем, городок будет охраняться. А при необходимости фигурки отреставрируют. Авторы скульптур надеются, что городок продержится всю зиму. Стамеска, желание творить и чувство прекрасного. Вот необходимые составляющие для того, чтобы создавать людям праздничное настроение. Правда, скульпторы по льду говорят, что есть еще одно условие. Несмотря на то, что материал, из которого эти скульптуры сделаны холодной, творить из него нужно со всем пылом своей души. Владислав Жирнов, Дмитрий Столяров. Новости губерния.